С бирюзовым. Надо было бирюзовым. Там такой нарядный бирюзовый. Ну ладно, хорошо, нормально. После этого, когда все закроешь, попридавишь. 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 Смотри, попридавишь. Попридавишь. И возьмешь кистью пока. Сильно не разжижай. Вообще не разжижай больше. Так достаточно влагивает. Начнешь поиск рисунка. Жидковато начнешь. Начнешь поиск рисунка. Но после того, как ты все раздавишь. Давай. Мы всегда стараемся заузить. А ты уже заширила. Получается, что вот это же вот у нас идет вот куда. Значит, деревья. Мелкие. Вся вот эта вот смесь с отражением не занимает столько места, сколько у тебя. Дальше. Голубой, розовый. Уже не синий, а голубой, розовый. Чуть-чуть, чуть-чуть подыграешь. Штрешочечком, штрешочечком. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть нарубишь, нарубишь скалочку. Можно рубить просто вот. Бреющее и укладывающее состояние. Вот они. Вот они. Отражение мутное. Мутное. Более мутное, чем то, что ты видишь на картинке. У меня же тут еще домик. Ну и что? В каком свете? Ну конечно. Накидаешь-накидаешь. Большим мастихином немножко войдешь с этими замечательными полосочками. Доразмешаешь красочку как следует. И идеи вот этих заходов света чуть-чуть, чуть-чуть закидаешь. Раздавишь. Раздавишь. Более светлые понесешь. Накидаешь. Раздавишь, раздавишь. Вот они. Вот они. Раздавишь. Оно? Давай так. Нет, горы-то как раз у тебя похожи на горы. У тебя деревья пока какие-то сомнительные. Ну, сомнительные. Теперь можно коричневый-синий или коричневый-голубой и будет некоторая зеленца. Наконец-то появится. Ой, простите. Прямо идеально садится в этот сиреневатый цвет. И становится ночно. Ну, или там сумеречно. Но при этом отражение довольно смуглое. Не хватает смуглости. Не хватает. Контрастность. И добавишь рост, чем снимать. Штрих по вертикали. То есть замутнить в штрих по вертикали. Зеленцой. Да. Можно и с розовинкой. То есть навязать туда темноту. Даже после этого еще раз навязать. Вот эти хотелось бы покрасивее увидеть пятна. Не получается у меня. Не у нее. Пыталась, пыталась. Ну как. Значит, кроме элементарного движения существует движение неэлементарное. Моделирующее. Правда? И тогда придавленность другая. Не вот этот дирижабль летит. Значит, поняла. Ищешь? Ищешь. Красивое. Крылообразное. А вот эти целые манипатии. Вот здесь прямо. Крылообразное. Темноту вот эту вот. Какую? На небе. Вот эту вот. Будем, конечно. Но там же и светлота. Мы же с чего-то должны начать. Вот. В том числе вот туда уход. Прямо в перспективу начнет загоняться. Темнотики взяла и укладываешь в том числе и темнотики ровно по той же схеме. Единственное, что можно не придавливать, а вот расталакивать. И может быть даже пальчиком помогать чуть-чуть. А может сначала темнотики полажать, а светку вот эту красоту светлую. Ты знаешь, вот по-моему все-таки лучше так. Вот так, да? Ну так, по ощущениям вроде бы так будет надежно. Давай. Картина есть? Вот она, картиночка. Так, значит, здесь горы чуть-чуть дадут вот эту для того, чтобы домику стать прикрытием. плотненькость крыши домика, плотность вещества. То есть немножко материализуем домик. с веществом. Можно даже нахально сразу, не откладывая в долгий ящик, поставить эти пятна. потому что они очень серьезное оживление дадут картине синий, слишком синий. Единственное, что в отражение пока не сходим. Береговую усадим. береговая хочет туда немножко вдаль зигзагом. Можно чуть вот этот зеленый задействовать. там подавишь подавишь бирюзовый потом. потом. Угу. Тут у нас слева тоже местами просветленный такой, смотри, более плотный. Причем прежде, чем его более плотно положить, посадим вот эту и начнем его заслонять. Мне кажется, еще гору затянуть немного надо, да? Ну, можно, да, особенно сюда. Вот эту решеточку. Можно кистью, не обязательно мастер-кина. Можно несколько дать. Ой, даже музыка стала подходить к картине. К тишине, к моей тоже. Можно дверь открыть? Более плотно здесь эта зелень. Подойдите, откройте дверь. А вот эти кустики, с которыми здесь вот проблеск такой вот, да, вот светленький, это уже просто посадить туда тоже. Посадить потом. Все заняты просто. Сделать нечем. Ну, в смысле, со следующего раза, сейчас еще пока на улице холодно, так чтобы кондиционер... Вот стоит огромный кондиционер, не будет жарко. Заманиваете. А что тут заманивать? Тот уже как на иглу подсел. Да. Вот они там всякие. Ну смотри, какой он цельный прямо сейчас. Цельный. И вот этот задник тоже цельный. И только здесь рябушки. Чуть-чуть вот таких настроений. Уже раздавленную краску, не просто расштрихованную, а прямо раздавленную. Хорошо? Угу. Начала и бросила, потому что у меня не получилось. Здесь пока очень все красиво. Единственное, что пальчиком чуть-чуть там где-то. Чуть-чуть, чуть-чуть. У тебя так очень красивое, волнительное такое небо. А это я еще не знаю, попробовала этой тряпкой, но у меня как-то не очень получилось. Розочка. Нет, розочка здесь ни при чем. Здесь скорее это... Так это зеленая у нас. Нам надо не синие развить? Это зеленая. Здесь скорее... Фигушка. Идея отраженности, вертикальности этих звуков. Там этого нет, там стоячая вода. Но нам не выгодно никогда идея симметрии отражения. Поэтому по возможности создаем вместо симметрии, создаем в отражении муть. И это всегда прозвучит. То есть создать это мутное. Потом ты возьмешь вот эти светлые. Чуть-чуть ими наполнишь. И их же превратишь вот в такое северное сияние. Логично? Да. Потом сюда придут звуки лежачие. На воде. Отражения вот эти яркие. А солнце будем делать? Да, хорошо было бы. Это что у нас вообще? Солнце или луна? Сама пойду подумай, придумай. Ну это луна конечно. А потом врезал, а потом врезал. Такое уже расчесанное. Ну такое оно расчесанное. Очень много этих стволиков. Тоже ни к чему. Там глуховатое место. Глуховатое. Вот здесь пару стволиков уместных. А там глуховатое. Надо пробовать на удачу. Я просто сообщаю. Чем дальше тем глуше. Не надо чтобы провисало. Надо чтобы уходило. Вот таким. Вниз. Ступенчатым. Уходом вдаль. То есть там есть ступеньки ухода. Вдаль это всегда ступеньки ухода. Ступеньки. Ступеньки. Поэтому даже если тебе там попалось на фотографии. Какой то провис. Проигнорируй его. Не сделай провисающим. Вдаль все уходит ступенями. Уползающей змейки. Так. Чтобы два края. Край дома. И край горы. Не совпадали. По своей затее. Чтобы не было ощущения что и там дом. Создадим зубы горы. Зубчатый край. Нарочито зубчатый. В принципе край там несколько мощненько. Звучит. Несколько силуэтно. Край дома. Эти же деревца создают там вот такие настроения. Создают? Да. Вот они там растут. И создают эти настроения. Смотри еще раз. Как они создают эти настроения. Несколько зигзагов. Несколько зигзагов. Несколько зигзагов. Множество. Да. В гору уходящих деревцов. Сейчас тебе дам другой наступим. Значит здесь слишком расчесано. Прекратить это расчесывание. Сюда может быть небо запустить. Нарядный цвет. Бирюзовый. Создать условия для нарядного. И запустить цельно. Хорошо? Вот как там лоскут цельного неба. Здесь может быть эти же цветовые. С желтотой. С легкой зеленцой. Появить. То есть среди синьки вдруг появляется цвет. 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 Соответственно и внизу тоже отражение получило этот цвет. Цвет. А здесь затемнится. Да. И создать вот эту идею северного сияния. кое-что будет дополнено. Там более короткий звук отражения, мы наверное чуть прибавим. Может быть даже создать вот такое цветовое волнение здесь в центре. Деревца здесь несколько поднять, они идут к нам в нашу сторону, особенно эти стрельчатые. Хорошо? Хорошо. Давай луну еще попробуем. Тоже вот этот цвет, зеленца с желтятиной. А не надо розовый? Сейчас, сейчас. Хорошо. 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 Соответственно и здесь то же самое, те же настроения. Хорошо? Угу. Побудет, но дорожку от луны мы наверное все таки положим чуть-чуть. Здесь вот прям аж она вся вот так вот зигзагом. Чтобы показать плоскость воды. Хорошо? Да. Давай. У меня такая зелень не могла остаться. Нет, ну давайте я себя буду ругать. Так, где у нас мастихин-то? У меня есть привычка класть оранжевый, а там затертостью доведено до зеленого. Поэтому не надо на меня гнать. Немножко поделала, да? Поделала, да. Хорошие пятнышки. Вполне лисисто. Смотри как лисисто. Да. Можно здесь напустить немножко еще темнятинки. Напустить. Ну там много краски уже. Сейчас, 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 сейчас. Напустить светлятинки. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, как у нас. Да, я не знаю, что ли? Как у нас нет? У нас нет. Смотри, как у нас нет. Ничего подобного. Все мы умеем вздыхать. Иногда кажется, что есть причина, а иногда... Но если есть возможность не вздыхать, а тем более так горько, то лучше, конечно, и себя, и других от этого. Просто живопись – это не только умение рисовать, это умение за своим состоянием, блюсти настроение. Художник, он немножко как охотник, все время находится в ожидании вдохновения, в ожидании того, что вот сейчас попрет. Он все время как бы на работе, хотя он может ничего не делать, ходить из угла в угол. Но он как бы на работе, ну я по наблюдениям за собой, за другими, в ожидании, что... Тебя может не попереть? Конечно. А что ты думаешь, подошла, взяла кисточку и пошла, пошла, пошла живопись? Ничего подобного. Когда люди приходят, да, легко мобилизоваться, потому что вы от меня ждете, и я мобилизован. А так полдня ходил и ничего не делал. А так? Очень трудно. Кисточкой я иногда, когда проговариваю фразу эту, что кисточка – самый тяжелый предмет. Они художники – да, точно, слушай, как ты правильно сказал. Хотя, это же мы все понимаем, что где-то здесь тяжелее всего поднять кисточку. То есть мы вот этому центру даем всякую активность. Это же еще видеть надо, где чего добавить. Нет, центр. Для нас актуальный центр. Не надо ничего видеть в центр. Все? Все на центр? Где картинка? Можно? То есть это то, что не надо видеть. Это то, что нужно знать. Я, допустим, могу это знать, если я вот… Значит, на уроках мы часто слышим эту фразу. Вся композиция вся устремляет зрителя в центр. Слышал такое? Я не слышал. Вот ее. И мотаем на ус. Должно быть в центре. Ус очень короткий остался, понимаешь? Очень короткий. Я к тому, что ты его слышал оттам. А когда у тебя стал вопрос, а ты… А я уже не применяю. В центре композицию надо, ага, ага. Где у меня центр? Вот он. Понимаешь? Вот вы когда подходите, на себя смотришь, как бы со стороны, как будто… Не тебе говорят. Отходите и сразу ничего не понимаешь. Точно. Ну, я знаю, я знаю. Это не только у новичка, это и у старичка. Два старичка встретятся в мастерской. И один другому говорит, слушай, а что это ты здесь взял? Он говорит, точно. Блин, хорошо, что ты пришел. То есть не видишь, на своей картине не видишь. Все, кто начали давать уроки с подачи моих уроков, ученики, отмечают, что когда они помогают другим, они все видят. Когда они перед собственной картиной ничего не видно. То есть парализующее действие собственное творчество имеет. И наоборот, когда ты… Чужое испортить тебе не жалко, а своего жалко. Да, ответственность там разная очень. Поэтому имейте ввиду, кто хочет быстро вырасти, учите других. Ну, хотя бы домашних. Рост колоссальный. У меня двух собак придется учить. И кот, и кошка. У тебя вообще будет идеальный рост. Если ты уже их справишься. Это прям по принципу, что в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не видишь, не замечаешь. Та же схема. Не знаю, нужно ли такое активное. Вот мне не понравилось такое активное, я стерла. Поэтому я и сделала вот такую маленькую. Маленькая, но тоже сомнительная. Тоже сомнительная, да. Может просто сделать… И вот эти слишком активные на периферии тоже сомнительные. Может делать так вот, чисто вот… Умеешь, как это хорошо? Умеешь же. Умеешь же. Я только была… А Нинь еди ke картин и не let. Кто такой тут не нравится? У него только здесь… Тепа-тепа! Тепачи к тому все там… ..добавить это нужно. Теперь с тобой wordle добавит? Ааа точно точно. Давай перерубим Estamos obviously here, we can about everything here with Santa Since this please. Здесь получается слишком тогда гладко. Сейчас как сделаем? Да, еще театроника. Боюсь от периода. Очень хорошо, больше ничего не надо. Коман тоже. А, вот здесь дошпатлю. Вот этот уголочек, да, вот здесь еще.